Привет, интернет! Я думаю, что все уже слышали о таком меме, как «Верни мне мой 2007-й». Это связано с тем, что на 2007-й год пришелся пик популярности эмо-субкультуры. Для меня 2007-й связано с очень теплыми воспоминаниями о челке с розовыми прядками, значках, высоких кедах, клепках и гитаре. В общем, все по моде. Так вот, прошу любить и жаловать, Эмо Маша. В ответ на различные подколы одноклассников о том, что Эмо только и умеет что-то резать себе вены, я с гордостью заявляла, что мы, если плачем, то навзрыд, а если смеемся, то до слез. Тут должна быть романтическая пауза. Ну, а потом я шла на Монегу, а по дороге заезжала в Касл Рок. Касл Рок – это такой рок-магазин в Питере. Ну, а Монега… Питерские море оценят. Поездки в Касл Рок всегда были похожи на русскую рулетку, потому что в основном там отовариваются панки примерно 30 лет от роду, которые не питают теплых чувств к эмарям. Ну, а мне, к счастью, повезло. Меня ни разу не побили. Ну, пару раз освистали только. Вообще, я не была очень депрессивным ребенком, но очень часто расстраивалась, назовем это так. Зачастую это выливалось в грустняшки в статусах ВКонтакте. И они настолько эмоциональны и ванильны, что я просто не могу их вам не зачитать. Чувствую себя сдохшей букашкой на лобовом стекле машины счастья. Еще одна моя любимая. Богам было скучно, и они создали любовь. Они решили испробовать любовь на себе, и в результате мне пришлось выдумать смех, чтобы не слишком страдать от нее. Ну и последней вишенкой на торте моих статусов будет «Хочется просто свернуться крохотным калачиком на огромной кровати и утонуть в ее океане подушек и одеял». Я считаю, это достойно лайка. Помимо грустных статусов, я писала еще, прости господи, стихи. Я не особо запаривалась по поводу рифмы и смысла. Смысл в основном заключался в моих многоточиях. Ну, если позволите, я зачитаю свой шедевр. Глаза пусты, слова без смысла. В душе лишь ты, нет больше места. Я знаю, жить так нельзя. Я понимаю, что тебе не нужна. Я тебя забуду, несмотря ни на что. Я прикажу сердцу, мне будет все равно. До слез. Ладно, я уже жалею, что вам его прочитала. Не надо писать мне гневные комментарии по поводу моих умственных способностей. Я считала себя Труэма и слушала оригами, аматори, эндершикари, слот, деформ, 7 штук баксов, идея фикс, стигмата. Ну, а венцом моей коллекции были Токио Дель. Понятное дело, мой специфический вкус музыки никто в семье, да и из друзей особо никто не понимал. Конец маминому терпению пришел тогда, когда я решила научиться гроулингу. Ну и активно репетировала это в душе, в квартире, да везде, где только можно, в принципе. Также мои родители не понимали моих предпочтений в макияже. Я их и сама сейчас не понимаю, но тогда я думала, что мама просто ничего не смыслит в моде. Также мне очень нравилось рисовать у себя под глазом крестики. Я считала, что это говорит о моей утонченности и таинственности. На самом деле я просто фильм Нирвана посмотрела и вот. Ну и конечно, как же не пойнуть пару историй, связанных с моими несчастными венами. Сразу скажу, что мысли о суициде посещали меня с завидной регулярностью. В основном для привлечения внимания, конечно. Один раз даже дошло до резания вен. Но лезвия я не нашла, поэтому пришлось пользоваться одноразовым станком. Ну и понятное дело, у меня ничего не вышло. Как-то раз я выцарапала у себя на запястье Костины имя. Причем выцарапала циркулем на уроке литературы. Куда смотрели учителя? Для меня это было чем-то вроде самого высшего доказательства моей любви к Косте. Мне не терпелось показать ему это насилие над собой, но Костя был нормальным ребенком. Поэтому она отреагировала на это как-то так. Эээ, понятно. Я тогда, конечно, очень расстроилась, что не оценил такой шаг. Поэтому потом его имя я только карандашиком на парте писала, что потом легко стереть можно было, а то вдруг увидят и наругают. Веселое время было, в общем. Несмотря на то, что в подростковом возрасте я была очень странным ребенком, я выросла вполне нормальной. Разговариваю с камерой разве что. Ну и это, пожалуй, все, что я хотела рассказать вам сегодня. Пишите свои странные истории из детства в комментарии, мне будет очень интересно их прочитать. Ну а пока, до следующих видосов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok